Мальчики и девочки, дяденьки и тетеньки, Никита Михалков один из величайших российских режиссеров, Каотком проехался по своим иностранным коллегам и от души поблагодарил их за санкции. Он сказал, бывало, что даже действительно хорошие российские фильмы оставались незамеченными из-за голливудских картин. Но времена изменились и российское кино вышло на мировой рынок, как бы показывая всем, на что способны российские кинематографисты. Несколько недель назад вышел первый космический фильм режиссера Клима Шипенко. Представьте себе фильм, снятый в космосе. Ни один голливудский режиссер, ни одна киностудия не могли себе такого представить. Юлия Пересильд и Клим Шипенко, как и киностудия, без преувеличения вошли в историю кино. А какова была реакция иностранцев? Американцы, привыкшие видеть космос, снятый только на зеленом фоне или нарисованном на компьютере, не могли поверить своим глазам, что видят настоящий космос в художественном кино. Да, это вам не форсаж с гоночными машинами, летающими якобы в космосе. Но еще больший ажиотаж в интернете вызвало то, что Михалков рассказал своим коллегам за рубежом. Это абсолютно уникальный мировой опыт, часть картины сняли в космосе. Это не имеет ничего общего с рекламными трюками или чем-то подобным. Важно, что это произошло, что идет поиск нового смысла. То, что движет кинематограф. И впервые это происходит в нашей стране, которая находится под санкциями. Очень благодарен им, санкции и все обстоятельства, в которых мы сегодня живем, четко показывают, кто есть кто и что есть что. Если хочешь быть в тренде, подписывайся. До встречи на канале.